Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга вторая. Глава семьдесят третья. Хаджар и Неру вышли из шатра. Пока они шли по лагерю, видели десятки и сотни молодых, беспечных лиц. Новые рядовые примеряли броню, пробовали на балансировку их оружие. Они выглядели как шпана, решившая поиграть в рыцарей и демонов. Побегать за смеющимися ровесниками, может, с кем-то беззаботно пободаться. Они не выглядели как солдаты. Они не были готовы умирать. Старший офицер Хаджар раздавалась с разных сторон. Ему отдавали честь и кланились, а Хаджар старался не смотреть в глаза. Он не хотел запоминать тех, кого скоро заберет седой жнец смерти. Миновав общий лагерь, Хаджар и Неру вернулись к своему. Там, где когда-то стояли тысячи палаток и обитель Дагара, теперь не было никого. Лишь два шатра. Один, побольше, старшего офицера, и тот, что поменьше, но под светастие, его помощника. Хаджар отодвинул полок и вошел внутрь. В отличие от генеральского, земля не была закрыта досками, лишь старыми потрепанными циновками. Те достались ему в наследство от медведя Дагара. На многочисленных сундуках, служивших вместо столов, лежали свитки, карты, какие-то медальоны. Выглядело так, будто бы здесь обитал не военный, а ученый, о чем частенько шутила Сера. У нее, новоявленной и единственной заклинательнице армии, тоже должен был быть шатер. Но вроде как они жили вместе с Неру. Правда, частенько из-за этого их шатер горел. Потом они, смеясь и обнимаясь, вместе ставили на него заплатки. Отсюда и цветастость. Я не верю, что король отправил бы нас на границу. Неру плюхнулся на сваленную кучу из шкур, тряпок и циновок. Это ложа заменяла Хаджару кровать. Отправил бы, возразил Хаджар, если не знал о нашем состоянии. Как об этом можно не знать? По всему королевству уже третий месяц песни поют. Песни поет простой народ, а задница его величества сидит в высокой башне во дворце. Дотуда голоса простого людо никогда не дотягивались. Неру хмыкнул. Он достал свою трубку и набил табаком. Похлопав по одежде, не нашел огнива. Хаджар забил свою, простую, резную, но дорогую, как память. Сверкнул огнивом, раскурил и бросил Неру. Они оба затянулись и выдохнули густые клубы дыма. «Может, отправить гонца?» «Если тебе денег не жаль», — пожал плечами Хаджар. «Ну, я не ты. Все деньги у лекарей не спускаю». Хаджар лишь улыбнулся. Он, как всегда, был на мели. Все немаленькое жалование старшего офицера приходилось оставлять у лекарей и ученых. У них он покупал разнообразные ингредиенты для техники усиления тела. Надо сказать, он в ней достаточно неплохо продвинулся. Теперь его кожа была почти так же крепка, как камень. Во всяком случае, удары, нанесенные в полусилу практикующими уровни ниже телесных рек, не оставляли на нем ни следа. А те, кто все же сумел прорастить в теле меридианы, могли оставить лишь глубокие порезы. Да чего уж там. Даже удары Неру теперь ощущались намного слабее. Нет, они все еще оставались смертельно опасными. Но все же Хаджар чувствовал свой прогресс. «Бесполезно?» — спросил Неру. «Абсолютно!» — кивнул Хаджар. «Как думаешь, почему король не знает все обстановки и отправляет нас на войну? И вообще, какого демона мы начинаем войну с черными вратами?» «С Балиумом!» — поправил Неру. «Не будь таким наивным, дружище. Балиум — дойная корова черных врат. Воюешь с королевством, воюешь и с сектой!» Неру подумал и развел руками. «Спорить не стану», — сказал он, выпуская очередное колечко дыма. «Получается, генералитет подделал сообщения, но их за это в лучшем случае накол посадят. Живьем!» «Если узнают», — добавил Хаджар. «А что-то мне подсказывает, что у короля сейчас резко добавится забот, друзья переглянулись. Об этом не было принято говорить вслух, но по королевству ходили шепотки, что в горах на северо-западе собирается войско повстанцев. Кто-то считал, что их поведет выживший истинный король, принц Хаджар. Но большинство догадывалось, что это был один из друзей генералов покойного Хавера. Кто-то собирался идти на приступ столицы. Наверное, Хаджар должен был бы к ним присоединиться, но нет. Своей справедливости он собирался добиться иным путем. И этот путь требовал того, чтобы в руках у него оказался не железный медальон старшего офицера. Нет. Он ждал, когда подвернется возможность взять нефритовый, генеральский. Так он сделает еще один шаг на пути к возмездию. Я чую во всей этой куче, Неру сделал вид, что принюхался, руку ласканцев. А вот теперь спорить не стану я. Уверен, они подкупили часть генералитета. Да и Балиум уж слишком близко к кочевникам находится. Вдруг Нера вздрогнул и едва не вывалил табак на кровать Хаджару. Кажется мне, дружище, что тот рыцарь духа собирается взять реванш. Наверняка за всем этим стоит именно он. Пока с нами библиотекарь, ласканец не покажется на поле боя. Дарнастцу у меня тоже веры мало. Мутный он старик. Его все любят, напомнил Хаджар. Неру тяжело посмотрел на товарища и хищно ухмыльнулся. Кроме тебя, дружище, кроме тебя. Он на меня неприятно смотрит, уклончиво протянул Хаджар. «Думаешь, наш добродушный старик не по женской части?» «Думаю, Хаджару не дал договорить шорох отодвигающегося полога. Когда сера, смоглокожая красавица в легких одеждах, вошла внутрь, то тут же замерла. Ей в горло смотрели два сверкающих в свете ламп и факелов стальных жала. Хаджар и Неру стояли плечом к плечу, готовые поразить того, кто осмелился войти внутрь. «Если ты не хотел сегодня возлежать со мной, мог бы так и сказать», — пожала она плечами и собиралась выйти, как Неру поймал ее за локоть. «Свет очей моих», — произнес он с наигранным акцентом торговцев с южных морей. «Я готов любить тебя хоть до наступления праздника урожая. Любить тебя везде и хоть здесь. Здесь не надо», — возразил Хаджар. «Видишь, старший офицер против. Я же не могу спорить с сэром-офицером». В шатре повисла тишина, а сера продолжила выжидательно смотреть на двух друзей. Она знала, что те темнили. Неру и Хаджар в принципе не могли не темнить. Два скользких, плутоватых, но надежных товарища. Правда, один из них был ей больше, чем товарищем, как минимум любовником. Про другие же ее мысли Неру знать не должен был. Чем меньше мужчина знает об истинных чувствах женщины, тем лучше для них обоих. Любовь — слишком ветреное и эфирное чувство, чтобы делиться им с тем, с кем просто скрашиваешь холодные ночные часы. Возможно, Нера думал так же. Хаджар лишь закатил глаза. Эти двое были так похожи. «Хорошо, хорошо», — взмахнул руками Неру, убирая меч обратно в ножны. Хаджара пытались убить. «Когда?» — удивилась сера. «Прошлой ночью», — ответил Хаджар. «И позапрошлой», — добавил Неру. «И четырьмя ночами ранее, а еще на той неделе. Дважды». Сера все это время ошарашенно смотрела на двух полудурков, не догадавшихся сообщить ей столь важную информацию. «Генерал Лаврийский», — наконец догадалась она. Сера знала о том, что почти полгода назад Хаджар снес голову Колину, сыну генерала. По словам Неру, между ним и Хаджаром с первого взгляда пробежала черная тень. Отношения были натянуты настолько, что все могло разрешиться лишь смертью кого-то из них. Вот только отец Колина, генерал Весеннего и всей префектуры, был с этим не согласен. Сначала отправляли убийц телесных узлов. «От первой до девятой ступени», — кивнул Хаджар. «Потом телесные реки. Вчера вот формирование прислали. Пришлось попотеть, но я его завалил». Сера фыркнула и произнесла легкое «Кис-кис». Шкуры, заменявшие кровать, зашевелились, и из них вынырнул белый котенок. Он в несколько прыжков преодолел пространство, отделявшее его от теплых, ласковых рук. Сера выпрямилась, поглаживая мурлыковшую у нее на ладонях озрею белую кошку. «Предательница», — мысленно скривился Хаджар. «И когда вы мне собирались об этом рассказать? И почему никто в лагере об этом ни сном, ни духом?» «Это ведь клан-то пора», — Неру объяснял это как нечто само собой разумеющееся. «У них наверняка накопилось множество уловок, как усыпить ненужных свидетелей». Сера что-то нечленораздельно проворчала. Удерживая котенка на одной руке, второй она достала из кармана желтый талисман. Что-то прошептав, она взмахнула им, и тот и стаял, буквально впитавшись в воздух. «И что это значит, Сера?» — несколько возмутился Хаджар. «Я не просил тебя колдовать в моем шатре. Мне не требуется ни твое разрешение, ни твоя просьба, Хаджар. Может, для остальных ты и стал старшим офицером, но для меня ты друг. Так что в следующий раз, когда на тебя нападут, я хочу знать об этом». Хаджар и Неру переглянулись и едва ли несинхронно развели руками. Когда Сера что-то вбивала себе в голову, ее было невозможно остановить. Узлы, реки, формирование, тихо шептала она, загибая пальцы. «Получается, сегодня они пришлют к тебе практикующего стадии трансформации. Сегодня», — пожал плечами Хаджар, «или завтра, может, послезавтра, кто знает». «И ты говоришь об этом так спокойно? Этот чертов убийца стадии трансформации!» «Дорогая», — Неру, улыбаясь, полуобнял заклинательницу за талию, «ты из-за этого дуболома не беспокойся. Все с ним будет в порядке. Да и в конце концов, скоро набеги прекратятся». Сера посмотрела на этих типов, слегка хищноватые, чересчур скользкие. «Всех демонов преисподни мне в постель». «Рубин моего сердца! Да мне-то там места не всегда хватает!» Сера только зашипела, и Неру сразу замолчал. «Вы собираетесь отправиться в замок генерала? И не надо взгляда отводить! Я вас раскусила! Вы хоть понимаете, что это самоубийство?» «Самоубийство! Сидеть и ждать, пока клан-топора расщедрится на истинного адепта!» Хрустнул шейными позвонками Хаджар. Сера вздохнула и опустила на землю Азрею. Та возмущенно фыркнула, расстроенная таким скорым расставанием. Белый котенок, махнув хвостом, вновь нырнул в шкуры и вскоре опять мирно засопел. «Я пойду с вами, Сера, звездочка моя! Это не обсуждается!» Гаркнула заклинательница. Нервы Хаджар вздохнули. Спориться с Муглянкой было так же бесполезно, как плевать против ветра. «Когда мы отправляемся?» Спросила она. «Как только артефактор принесет нам новые клинки!» Девушка выругалась на неизвестном Хаджару языке. «И вы все это время молчали?» «Знали и молчали?» Она что-то еще произнесла и, развернувшись, отправилась к выходу. «Дорогая!» Потянулся Неру, но его руку отбросили в сторону. «Даже не думай!» Прошипела Сера. «И сегодня тебе лучше найти себе другую постель!» С этими словами она вышла. Неру мечтательно вздохнул и улыбнулся ей вслед. «Что за женщина?» Протянул он, едва ли не облизываясь. Хаджар не знал, какая серая из себя женщина, но вот друга в ней он видел надежного. Надо же! До этого момента он и не подозревал, что под бескрайним небом у него есть не один, а два друга. Чертовски приятные чувства. Слегка возмущенно мяукнула Азрея. Хаджар улыбнулся, достал из кармана кусочек вяленого мяса и протянул прожорливой разбойнице. Та тут же им затрещала. «Ну ладно, три друга!» Субтитры создавал DimaTorzok